Всем привет! Сегодня у нас опять Урал-Лесовоз. Продолжение поездки в Кудымкар. Все, выезжаю из Москвино домой. Вон, тяжело идет. На пятой уже не идет подъемчик. Подъемчик-то маленький, вроде небольшой. Нормально съездили. Это у меня вот тут родственники. Получается, у моей матери... Да, у моей матери двоюродный брат. И вот у них сейчас тут были Москвино. И дядька у меня еще там в Йогде живет. Он раньше тоже здесь жил. Нет, раньше он в Нижневартовске жил. Потом сюда приехал опять на пенсию, когда вышел. Сейчас там около Кудымкара, Йогва есть поселок, там живет. Нормально встретили, накормили нас тут, напоили. В баню сходили. Время, время, половина двенадцатого. Вот выезжаю. Километраж 70-315 где-то. Ну, чуть больше, чуть меньше она не будет. Ну, это отсюда, в Москвино. Получается, до Кудымкара сейчас где-то километров 35 примерно. И там еще сколько? 300 с чем-то. Что-то щелкнуло где-то. И камень бросил. Ладно, едем. Посмотрим, как подниматься в этот подъем будет. Такого порога батарейка сила. Аккумулятор. На пятой идем пока. Подъем мощный такой. Зимой тут тяжело ездить, наверное. Ни вкира не идет на третий даже. На третий даже не прием. На второй. Повышенный. Счастливо, пути колхоз какой-то. Вот здесь знак стоит. Какой-то колхоз что-то. Сейчас посмотрим, какой. Тут еще в советских времен эти знаки. Блин, за мир. Колхоз за мир называется. Подъезжаем вверх Иневи. Вот деревянный мост сейчас будет. А вот снизу вообще-то, наверное, железный, металлический балк стоят. Да, вон там вроде бы. А сверху деревянный. Ну, как дерево. Рушито. Сама вот эта проезжая часть и боковинки. Вот. Или доски, или что-то. Бруски снизу лежат, видать, какие-то. А из бруса, боковинки из бруса сделаны. Ничего себе. Это мост деревянный. Речка Инева. Называется. Тут в Кудымкаре самая главная речка, самая большая. А это вот вверх Инева. Село. Сейчас проедем по селу, просмотрим. Вчера ехал, что-то камеру не включил. Вот сегодня поснимать. Тротуары делают вон из бетона. Из бетонных плит. И кругом тротуары, вот заметьте, если кто-то это не знал, обратил внимание, по краям тротуары сделаны. Деревянные. Вот сейчас. Сейчас бетонные стали делать, а там деревянные были до этого. Ну, раньше. Из досок просто. Потому что здесь глина везде, и тут бесполезно. Как бы получается... Дождик прошел, и все уже. Ну, не пройти нигде, просто глинозем кругом. Красная глина такая. Она к ногам везде прилипает, и трудно аж идти даже. И везде тротуары сделаны. Это обязательная, так сказать, такое... Обязательная такая вещь. Здесь, кудымка. Тротуары. Деревянная церковь, здоровая. Переделают ее, передать мне дать, что это. Так, все, в Верхинь мы проехали. Тут пилорамы начинаются, вон там дымит теперь. Углежоги. Вот здесь пилорамы начинаются. Лелево. Деревья. Сплошные пилорамы вот на правой стороне. И по левой тоже есть. Правда леса что-то нет. Долгом. Так, понемногу осина какая-то лежит. Дорогу строят, делают, экскаватор катается. На асфальт выкладываете, въезды. На каждом въезде асфальт заложен, выкладываете. Пилорамка. Леса нету, доска надо лежит, какая-то старая. Потихонечку что-то работают ли. Вот здесь тоже какие-то пилорамы. Углежоги здесь, как у нас тоже, так же. Как у нас-то буферно. Лесовозы ходят. Блин, все стекло грязное. Ладно, еду дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Выезжаем с Кутымкара. Что-то движуха такая машина. Море сегодня с утра. Вроде суббота, выходной день. А вот здесь речка, видимо, что ли, видят. Увеликая, другая, маленькая. А не, это маленькая, какая-то. Все, выезжаем из Кутымкара. Подъезжаем к центральной дороге, к основной Перевской трассе. Забравка здесь. Солярка у нас есть. Назад хватит. Даже еще должно остаться. Ширные диски аккумулятора, монтаж. Налогом надо мне колесо. Ну ладно, потом. Сейчас туда прямо, а это на пожу. О, вагончик тащит, ничего себе. Как у нас вагончик такой же. Готовим, газовим, газовим. О, вагончик тащит. Провожают нас Еще раз посмотрим Пошку У нас не ехал тогда Снимал тоже С другой стороны тут не нужно С другого ракурса будет видно Какие-то трубы торчат Что это такое? Ну-ка, труба здоровая Речка Пошла Какая-то старинная труба такая, да По заклонам стоит немножко Какой-то завод был, может Когда-то давно Программа, как? С другого ракурса Подъём какой-нибудь нормальный Какой тяжёлый идёт На четвёртой правда? Идёт Вот домостроя Утепляют Такой поворот резкий Идёт 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 Вездеходов Вездеходов Из мотоциклов сделаны Какие-то самоделки они живут Мужичок там паренёк сидел Чистенько тротуарчики все сделаны Асфальтированные Все так четко сделаны Забор правда упал тут слева Справа Большой поселок Село Вот все тут гравилька начинается Остановиться надо что ли Перекурить Передохнуть немножко Кучка здоровая Вот здесь тоже На мотоблоке какие-то опять гоняю Все ладно Едем дальше Тяжело поднимается Подъезжаем в город Чуть-чуть это Разгнать 60 км в час Как это Как типа город Как в городах вот заезжают Типа ни село какое-то Ни деревня Ничего себе Здесь организация какая-то Типа безизготовительная Пилорам А там что-то я не знаю Лес лежит Что билят Сейчас посмотрим А вот с этой стороны Для нас это интересно Блин на камеру не видно было Остановка даже есть Требуются разнорабочие Вахта И номер телефона И вон лес лежит какой-то Лес из подвалочных Валочные машины Это пилят Верхникамский лес О-о-о Верхникамский лес Вот из подвалочной Мелочь Второе городище Там тоже едешь Вдоль Камы городище есть Окола пошвы И здесь городище Ничего себе Рога чагу принимают Написано Щепкова конда С реконструкцией Азародных Люди живут еще Такие дебри Считаю Люди живут Может как дачи Приезжают На выходные Налево это куда-то Не знаю куда дорога идет Хорошая такая дорога Накатана А по карте смотришь Там что-то Какая-то маленькая Такая дорожка идет Небольшая Может въезд В саму деревню На эту городище Как бы там дальше Может она как-то Больше Ну как центр Так сказать Коровы ходят По сути Вот здесь Деконструкция Дороги едет Сколько-то километров Тут я не знаю Сколько там Там было написано Вчера ехал Тут Столько техники Трактора Бульдозеры Экскаваторы Всякая еруда Что-то делаю Дорогу Ну это видеть От березняков Гонят на Кудымкар Это соединяют Здесь чтоб хорошая дорога была Потом скорее всего Заасфальтируют Автобус ходит здесь Постоянно Пазик От березняков До Кудымкара Два автобуса Вернее даже ходят Каждый день Я вот вчера ехал Попалось Мне два автобуса Один Потом через какое-то время Еще уже ближе Кудымкару Второй Это И noble Amy Наша Вернее 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 Тур Лег О Лег Тур Лег В Кудынкаре ехали, главное, дождик там был везде. Уже ночью начался, и вот сейчас все, наверное, идет до сих пор. А здесь сухо, нормальная погода. Ну-ка, трапиллеры, польва. Техника мощная, новая. Он какую-то сетку ложит. Не знаю, видно будет здесь. Или железная, или какая-то сетка. Или пластиковая, непонятно что. Типа как усиление какое-то, каркасливое. Тут глина везде, вон видно красная такая глина. Как и в Кудынкаре тоже, перейдем. Типа. 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 Маленький бульдезерок КамАЗ 39EX Малышок такой Ладно, едем дальше Работа кипит Дорогу строят Серьезно взяли за дорогу Знаки уже ставят Экскаватором знак Вкапывают Вдавливают землю Тяжело идет Подъемчик Блин, попали как раз это Не в тот момент Когда надо Что-то и бульдозера Рядом нету А вот там что-то Стоит дальше Сейчас разровняется Ладно, понаблюдаем За работой дорожников Все, выпало все Гравий Разгрузил Блин, сколько он берет Считай, 20 тонн Сразу же С ним больше Нормально О, попер Трактор Блин, где у меня камера Это вторая Сейчас, ну-ка на вторую камеру С увеличением Снимем Как называется Что-то не пойму ДСТ Урал какой-то Ничего себе Это наш, что ли Вот задом Прям едет На кучу Что там Ковыряется Что это Мерседес Еще китаец Все, сейчас поедем Сейчас один проход И выровняется Все, всю эту кучку Делов-то Для такой махины Делов-то, блин И не поймет Тут 20 тонн Эти разгладят Сам-то вешат Наверное Тон 30 Тает бульдозер Если не больше У меня категория Есть на такие бульдозера Тоже можно работать На них Все аккуратненько Разглаживает Ровненько Чтоб все было Там еще один Какой-то стоит А, вот этот С той стороны Что-ли Будет Сейчас Выгружать Поехали Дорога Березники Халикамска Новая Скоро доделают Уже полностью Давье Везде дороги строят Так вот Смотришь Там Везде Считай В Кудым Как ехал Везде Тоже стоит Дорога Разглаживает Продолжение следует... Гаишники остановили перед Соликамском. Нормально все, документы посмотрел. Отпустил, без проблем. Про дом даже ничего не спросил. Ну как, вернее. Спросил, что, говорит, разобрали, откуда везете. Ну не откуда везете, что разобрали, говорит. Это дом, говорю. Из Кутымкара, говорю, везем. Да, ну нормально, говорит, все, едьте. Счастливого пути, говорит. Что-то даже не спросил документы какие-то. Ничего не спросил. А мы боялись, думали, что-то будут спрашивать какие-то документы. Откуда что везете, где взяли дом. Ну вот с рук. Но он так не считается, видать. Что себе машину закинуло, немножко закинуло. Опасно ездит. Ну, видать, для них вот такие, это, как бы, срубы. Да что это, как дрова считаются какие-то, как мусор. Просто. Бывая, домашние разбирают такие, убирают, допустим. Ну, просто на свалку увозят или на дрова распиливают. А не как, ну, как мусор какой-то, как горбыль там, я не знаю. Я горбыль, допустим, вожу. И какие-то документы на горбыль не спрашивают. Какие-то накладную даже не спрашивают. Никогда, вот ни разу не спрашивали, кто кого жут. И вот на это тоже, видать, на срубы. Такие старые. Так что можно не бояться, как бы, возить. Так что нормально. Едем дальше. Сейчас далеком проедем. И там уже Красновишевск. Осталось недалеко, короче, 100 километров. Ну, так, третью часть. Ну, чуть меньше. Сейчас скажу, сколько проехали. Это, да, 250. 50 километров где-то проехали, примерно. Чуть меньше. Доехали до Жуланова. Уже осталось совсем немножко, 70 километров где-то. Вот проехали 70-602. Получается, уже за вчера и за сегодня проехал 650 километров где-то. Сегодня еду уже 6,5 часов. К 7 должны подъехать, примерно. А вот самолет, кукурузник, стоит. Для туристов. Для туристов. Ан-2. Перимские авиалинии, ничего себе. Ладно, сейчас зайдем в кафе. Вот это, Руслан называется. Попьем кофейка там или что-то. Немного. И поедем дальше. Сейчас обратно без происшествий пока едем. Нормально. Ничего вроде бы такое не случилось. Так, ну что, все. Заехал в город Красновейшерск. Путешествие закончилось, можно сказать. Сейчас надо будет еще сложить все эти бревна. Как-то не знаю, там сейчас они приготовят место, куда складывать. А прокладки, может, как-то или как они сложить. И, в общем-то, все. Получается. Так, получилось сколько километра, смотрю. 700 километров, получается, да, примерно. Да, как раз 700 километров, получается. По 350. Туда-обратно. И сколько по времени. Вышло сейчас. Оттуда ехал примерно. И 8 часов тоже, как тогда, так же точно. Что туда 8 часов уехал, что обратно примерно 8 часов. Ну, останавливался, правда, там. Туда еще ехал, дорогу не знал, куда, как ехать. Останавливался, смотрел по этому, по картам, по телефону. Из-за этого, как бы, дольше получилось. А сейчас уже дорогу знаю, как бы, может, из-за этого, ну, как, будет так. Примерно так же и вышло. А, ну, туда я ехал, я останавливался этот час, примерно, я ремонтировался. Ну, поменьше часа. По солярке истратил, где-то, ну, туда 150 литров ушло. Обратно, ну, где-то 200, наверное, будет, может, примерно. Еще не считал, так бы. Ну, примерно 200, где-то, должно быть. Нагрузка, как бы, он такой, с рук, как бы, легкий, с рукой. Едешь, как бы, сильно большой нагрузки нет. Ну, в подъемах, так, чувствуется, как бы, тяжеловато идет. Переключался уже на пониженные, там, на третью, на вторую даже, бывало, несколько раз переключался. Это выходит, что, 50 литров на сотню. Ну, нормально, что-то. Плюс еще с рук, ну, когда разбирали дом, грузил, и что? Разбирал дом, говорил там, нормально. Как помню, раньше с отцом ездили в Пермь постоянно, я его там что-то возил. Тут перед городом уже подъезжаем, там, километров 10 остается, там, 20. Ой, он, ой, все, уже приехали тут, нормально, слава богу, наехали. Если сломаемся, то что-то, так, пешком дойдем. Постоянно так говорил. Но не ломались ни разу, правда. С колесами как-то было дело один раз, помню. Резина плохая была, я два колеса по дороге менял. Запаску поменял, а потом в запаске-то уже больше нету. Хорошо, камера запасная у меня была, но я знал, что у меня плохое это колесо там. Даже два плохих вот этих было. И я это. У меня камера запасная была. Разбортировали прямо на дороге, только на асфальте. Поменял камеру, закачал, дальше поехали. Замучились, правда, разбортировать ее. Там отжимали, как, чтобы, ну, отжать-то надо же снять. Отжать это от обода шину. Ладно, на этом заканчиваю. Такое путешествие получилось. Удымка. А сейчас посмотрим, покажу, как сруб спрятали. Вот так уложили его. Ну, когда привезли, сразу же, в этот же день, вечером, в темноте уже, тут складывали сразу, на прокладки, вот, на горбыль. Горбыль, как делали, так стелили, на прокладочке. Ну, как, из горбуля прокладки делали. Получился такой кокон, так сказать. Вот этот сруб лежит здесь, на прокладках. Я сначала даже и не видал, потом сейчас вот только подошел, смотрю, специально показать, чтобы поснимать. Смотрю, ничего себе, как его заделал, бротельник. Уложил сверху горбулем. Это какая-то реклама, что ли. Видать эти, как они называются. Плакаты. Ну, вон, крепкий материал такой. Где он его взял? И тут снизу железом еще сделал. Подбил, чтобы видать это. Сюда где-то снег, да что, сейчас будет зимой. За это, заметать сюда везде, снизу. Чтобы вода нигде не попала совсем. Чтобы сухо было все. А сверху горбыля накидали, видать, просто, чтобы придавить. Чтобы этот не унесло укрывной этот. Все гнугоздиками. Все нормально, держаться будет. Вон, мох. Муха сколько с дома нападала. Вон, издевляется. Вот такой дом сейчас буду ждать своего, так сказать, часа. Когда, не знаю, на следующий год, может, когда оно будет собирать что. Еще на место найти, где его делать. Пока еще места нету. Ну, потом поснимаю, когда там делать будем. Я все равно, я перевозить-то буду. Так и так. А складывать там, я не знаю, как вручную, наверное, будет. Или фискаром тоже сложить его. В принципе, фискаром можно даже сложить. Перевезли, нормально все, считаю. Ну, намного дешевле выходит, чем построить новый дом, допустим. Просто только на лес. Вот, примерно, лесовоз. Да, я вот целый лесовоз леса привез. Ну, вот, сруба. Ну, там, если рубить, то больше будет еще. Ну, лесовоза не хватит. По-любому больше. Это, блин, сколько? Ну, 25 кубов где-то, может, 30, не знаю. Надо леса. Сколько лес стоит сейчас, не знаю. Ну, тысячи три-четыре, наверное, куб, может, где-то. Примерно так, ну, хрен его знает. Ну, короче, сотку это стопудово будет, только лес стоит. Еще надо выбирать его такой, чтобы ровненький был. Ну, определенного, одного размера какого-то. Сортировать его специально. Тоже деньги. Потом еще рубить. Сколько времени. Ну, сколько времени, как бы, если кому-то заказывать, очень дорого тоже будет стоить. Тысячи две, где-то, наверное, квадратный метр. Ну, стенки, вот, если мерить, по стенам считать. Ну, вот, 1700, вот, мужик говорил, рубили. Это когда, ну, давненько уже, в том году вроде, или когда-нибудь. Сейчас-то дороже, уже в две, наверное, тысячи будет. Вот, считайте, сколько получится. Так что, намного дешевле будет вот так сделать. Разобрать старый дом, привезти его, даже далеко везти. Все равно выгоднее намного. И потом только останется его сложить. Ну, там, какие-то гнилые ряды, да что, вот, надо будет заменить. Нижние там ряды, потом сверху там гниловатая была. Немного. Где-то, ну, поменять, окна там заказать, да что. Окна пластиковые, что. Скорее всего. Ну, пол еще вот. Родной пол бы, конечно, было бы лучше. Сто пудово. Ну, все равно нам будет черновой пол какой-то делать. Двойной. Чтобы, ну, теплее было. А так нормально, как бы, будет. Ну, там опять такие доски, семидесятки. Вон, как считаем, без чернового и так тепло будет. Ладно, на этом буду заканчивать тогда. На этом. Всем всего хорошего. Такая перевозка получилась. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok